В Сочи зафиксировано два случая коронавируса, а в крае для борьбы с инфекцией выделят 56 миллионов рублей. В Сочи появится Центр проведения торгов. Проект о создании муниципального учреждения сегодня поддержали депутаты. Российских водителей будут проверять на трезвость по-новому. В скором времени не нужны будут видеосъемка и понятые. Терроризируют жаб и туристов. Енот Полоскун стал настоящим бедствием для Кавказского заповедника. В Сочи сегодня выявлены два случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу территориального отделения Роспотребнадзора. Девушка заразилась, будучи на французском курорте Куршавель, а молодой человек в Армении. Оба возрастом до 25 лет. Оперативный штаб Краснодарского края подтверждает два новых случая коронавируса в регионе. Девушка была в Сочи транзитом, сейчас она на лечении в Москве. Однако, так как анализы, взятые на территории Краснодарского края, случаи заболевания фиксируются на территории региона. Молодой человек, приехавший из Армении, находится в изолированном боксе в Сочинской больнице. Круг контактов заболевших оперативно выявлен. Все, с кем они контактировали, сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков. Также стоит отметить, что на закупку противовирусных лекарств, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких из краевого бюджета выделят более 56 миллионов рублей. Об этом сегодня заявил глава Кубани в ходе заседания оперативного штаба. Вениамин Кондратьев отметил, что особая ответственность и внимательность сейчас требуются от всех. В крае проведено более 2,5 тысячи исследований на коронавирус. Важно сегодня, безусловно, выявлять вирус, важно, но намного важнее предотвращать его распространение. Намного важнее. Тогда и выявлять не придется. Вот мы должны все это понимать. В первую очередь, как бы ни говорили мы, это самодисциплина. Вот самодисциплина в данной ситуации выходит на самую первую позицию. Должно быть полное понимание, что ситуация сегодня на самом деле непростая. С точки зрения даже не то, что собственного здоровья, собственной жизни и жизни близких людей. Глава Кубани также поручил усилить контроль за соблюдением карантина теми, кто вернулся из стран очагов инфекции. Во всех муниципалитетах уже сформированы обсервации, где при необходимости смогут разместиться люди. Власти Кубани выпустили новые постановления для профилактики распространения коронавируса. Так, развлекательным организациями общепиту в торговых центрах региона рекомендовано приостановить работу. Соответствующий документ подготовлен Краевым департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Руководителям общепита, а также спортивных, развлекательных и культурных организаций, расположенных в торгово-развлекательных центрах, рекомендовано приостановить работу с 18 марта до 1 мая. Многие вузы перешли на дистанционную форму обучения. Из-за вируса в кубанских школах продлили каникулы. У учащихся появилось много свободного времени, поэтому, чтобы не допустить ухудшения эпид-обстановки, необходимо приостановить работу указанных организаций и заведений. На этот же период рекомендуется прекратить работу развлекательных организаций, компьютерных, игровых, ночных клубов. С числом посетителей более 100 человек одновременно. Организациям игорной зоны в Сочи из-за коронавируса также рекомендовано приостановить работу. Приказ об этом подготовлен Департаментом имущественных отношений Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона. Перенесены матчи футбольного клуба Сочи в связи с угрозой распространения коронавируса. Чемпионат Российской премьер-лиги приостановлен до 10 апреля. Две игры сочинцев 20 марта на стадионе Фишт с Ростовом и 6 апреля в гостях у грозненского Ахмата будут перенесены. Новый календарь оставшихся восьми матчей сезона будет опубликован позднее, сообщается на официальном сайте клуба. Также в пресс-службе команды отмечают, что менять билет, приобретенный на домашнюю игру с Ростовом, не нужно. Его можно использовать в день, на который перенесут матч. Помимо этого у болельщиков есть возможность оформить возврат средств. Сочинские учреждения культуры переходят на работу в онлайн-режиме. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе отменены мероприятия численностью свыше 100 человек. При этом у сочинцев появилась возможность дистанционного участия в культурных событиях города. Концерты будут проходить без зрителей. Посмотреть их можно будет в интернете. Свой проект подготовил и Сочинский симфонический оркестр. Телеверсия выступлений музыкального коллектива для показов в эфире пройдет в течение курортного сезона. У команды уже есть опыт телеконцертов на региональном уровне. Так, у телеверсии Ленинградской симфонии в Ютьюбе свыше 250 тысяч просмотров, прокомментировал художественный руководитель Антон Лупченко. Оркестр решил оставить для истории исполнение Пятой симфонии Чайковского и Двенадцатой симфонии Шестаковича. Уже сверстан график показа мероприятий на Ютьюб-канале Сочинского концертно-филармонического объединения. В ближайшее время будет опубликована афиша культурных мероприятий, которые будут транслироваться в виртуальном пространстве. Меры профилактики внесли коррективы в работу заповедника. А в Сочи, Кавказский заповедник переводит сотрудников на удаленный режим работы. Вместо офиса они трудятся на кордонах. На время карантина сотрудники не прекращают работу, просто меняют дислокацию, а заодно помогают коллегам на кордонах. В заповеднике недаром считают, что чистый горный воздух – лучшая профилактика заболеваний. Ближайший субботник намечено провести в парке Южной культуры 20 марта. Затем трудовой десант отправится на кордон Лаура в Красной Поляне. Заповедник приглашает жителей Сочи присоединиться к уборке рекреационных объектов. В Сочи владелец и арендатор незаконной шашлычной признаны судом виновными в причинении смерти по неосторожности. Напомню, летом 2018 года в кафе в Адлере произошел пожар. Тогда погибло 11 человек. Анатолий Гормаков 10 лет назад в Адлере незаконно построил здание, не обеспечив постройку противопожарной защитой. Точно зная о нарушениях и угрозе жизни, которые строение представляет, его арендовал Артуш Баргисян. Он незаконно организовал в нем кафе «Шашлычную». В июле 2018 года Баргисян заселил в кафе четырех своих родственников. А рано утром 30 июля того же года в «Шашлычной» произошло возгорание проводки. Пламя распространилось и на расположенное рядом трехэтажное строение, также возведенное незаконно. В результате пожара в кафе погибло 4 человека, а в соседней постройке – 7. Там жили приезжие из разных регионов России. В огне погибло 11 человек от 8 до 60 лет. Приговором суда Барсигиану Игормакову назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Добавлю, что в суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении хозяина соседней незаконной постройки, которую он сдавал и в которой при пожаре погибло 7 человек. Мужчина обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 19 марта 1945-го продолжаются успешные бои юго-западнее Кёнигсберга. Немцы с отчаянием обреченных бросаются в контратаки, но советские войска только теснее сжимают кольцо. Совинформбюро сообщает, что подразделение капитана Сережникова совершило смелый обходной маневр и с тыла атаковало опорный пункт обороны противника. Вражеский гарнизон был разгромлен и в беспорядке отступил, оставив склад мин и миномет. Трофейное оружие советские бойцы повернули против фашистов. Продолжаются и бои в Бреслау. Войска 1-го Украинского фронта шаг за шагом продвигаются вперед. Упорные бои происходили в районе автомобильного завода «Фама-Юнкерс». Газета «Красная звезда» в этот день сообщает о разведчике Пожиленко, взявшем в плен своего 24-го языка. Боец двое суток наблюдал за противником и заметил солдата, который постоянно выступал проводником для групп немецких саперов. Хитростью выманив его из землянки, Пожиленко оглушил проводника и доставил его в расположение своей части. Газета также пишет о том, как ефрейтор Семен Рыбин спас занятый советскими войсками немецкий завод с ценным оборудованием. Ему удалось заметить часы, провода от которых шли в машинное отделение завода. Там под кучей битого стекла хранился огромный запас мин. В Будапеште началось возведение памятника советским бойцам, павшим в боях за этот город. А в Свердловске подводят итоги кампании по оказанию помощи инвалидам войны. Выдано больше тысячи предметов теплой одежды, две с половиной тысячи пар обуви. Многие направлены на учебу в профтехшколы. В пределах области около 600 инвалидов уже трудятся начальниками цехов. В этот день родился советский летчик АС, первый трижды герой Советского Союза Александр Покрышкин. Когда началась Великая Отечественная война, он был в Молдавии. Первый же бой закончился катастрофой. Покрышкин подбил советский самолет. Следующие бои были более удачными, но одержав несколько побед над немцами, он сам был сбит. Несколько раз Покрышкин находился на волоске от смерти. Он разработал свою тактику ведения воздушного боя, которая не всегда признавалась вышестоящим начальством. Покрышкин часто вступал в неравный бой. Четверо против 50, трое против 23, один против 8. И в группе всегда брал на себя самые трудные задачи. Он одержал 65 официальных побед в боях. Стал живой легендой. За годы войны был трижды награжден «Золотой звездой» и стал первым в истории трижды Героем Советского Союза. Также 19 марта ушел из жизни советский военачальник, маршал и Герой Советского Союза Леонид Говоров. Он очень высоко ценил образование и активно им занимался. Во время Великой Отечественной в 41 году командовал артиллерией. В 42-м стал командиром войск Ленинградского фронта. Успешно применял военные знания на практике. Первым применил систему сплошных траншей, перестроил систему применения минометов. Принял непосредственное участие в разработке плана по прорыву блокады Ленинграда. И был награжден орденом Суворова первой степени. За прорыв обороны противника на Карельском перешейке летом 44 года Леониду Говорову было присвоено звание маршала Советского Союза. В послевоенное время занимал руководящие посты в вооруженных силах СССР. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok В Брюховецком районе Краснодарского края на одной из ферм не побоялись сменить профиль и выиграли. Сменили кроликов на уток. Предприятие района посетил накануне глава региона. Губернатор ознакомился не только с экономикой муниципалитета. Внямин Кондратьев побывал в строящемся спорткомплексе и встретился с местными жителями. Что спрашивали у главы региона и что поможет сделать район еще лучше, узнаем мы из следующего сюжета. Пять тысяч маленьких утят и ни одного человека. За птицами здесь приглядывает специальная компьютерная программа. Кормит, поет, нагревает подстилку. Для выращивания идеальной утки здесь созданы все условия. От суточного утенка до убоя утенка выращивают компьютер. То есть прописана полностью вся программа по выращиванию. И утеночек чувствует себя в полном комфорте, его никто не тревожит до самых, как говорится, своих отпускных дней. В Валерии делегацию во главе с губернатором окружают обитатели ангара. Вениамин Кондратьев, как человек, выросший в станице, сразу же вспоминает детство. И отмечает, утята здесь на удивление негромкие. Знаете, вот я вспомнил, пока этот комочек маленький, он миленький и тихий. Но когда он вырастает, он горет, даже когда он голодный, даже когда он сытый. Вот в чем вопрос. Я помню в детстве эти утки белые. Но это просто отчасти бич моего детства, потому что их нужно было кормить всегда. А есть они хотят, мне кажется, 24 часа в сутки. Я вам его возвращаю кормить. Спасибо. Вот смотрите, что у нас. На ферме выращивают птиц английской породы черри вели. В прошлом году здесь произвели более 3000 тонн мяса утки. На этом предприятии губернатор уже был несколько лет назад. Правда, тогда здесь выращивали кроликов. Но фермеры быстро поняли, что на российском рынке более востребованным считается мясо утки и переформатировали свое производство. Губернатору показывают, что уже из продукции представлено на внутреннем рынке. Мы взяли очень плотное направление по именно сетевой группе. Это Южный федеральный округ, Москва, Санкт-Петербург сейчас. Сейчас заключаем контракты Приморья. То есть, по сути, охвачена достаточно вся Российская Федерация. Вот я посмотрел, как вы развиваетесь. Были кролики. Я уже сказал, вы почувствовали, что рынок проседает, и вы быстро перешли на утку. Но не менее большой ваш успех в том, что сейчас мы видим на этом столе. Вы не только можете вырастить утку, ее забить, превратить в продукт, который можно продать, в мясо. Вы умеете подать, подать и довести вот это утиное мясо до конечного потребителя. Упаковка, я и хочу сказать, не отличается. Если мы вчера или позавчера говорили, европейская, то это уже ваша, это уже наша упаковка. Это для Кубани гор. То есть, я еще раз подчеркиваю, надо, чтобы единственное, что вопрос расширения стал очень серьезным и готовы здесь максимально поддержать. Утки на ферме хоть и заграничные, но питаются отечественными кормами, произведенными здесь же, в Брюховецком районе. Глава региона посетил одно из крупнейших предприятий края по производству комбикормов. Благодаря высокому качеству продукция пользуется спросом среди животноводов Кубани. Премиксы и кормовые добавки местного производства вполне могут занять место даже на мировых рынках. Край готов помочь в налаживании экспортных поставок. Кубанские комбикорма, поверьте, они на самом деле лучшие, потому что у нас условия для их, в том числе и сырья, самая лучшая. И на экспорт пытаемся выйти. Сегодня целая стратегия в крае разрабатывается. Вы не упустите возможность выйти, в том числе, с вашими и нашими комбикормами на экспорт. Для этого мы должны, в первую очередь, изучить рынки сбыта европейских стран. Вы, в том числе, с нашим экспортным центром, который сегодня уже создан, максимально взаимодействуете. Они вам просто подскажут, в каком направлении двигаться. Главное, первично, куда мы можем двинуть с точки зрения вашей комбикорма, как экспортно ориентированную продукцию. Брюховецкий район с уверенностью можно назвать аграрным. Здесь успешно разбиваются как крупные предприятия, так и малые формы хозяйств. В целом, о состоянии экономики говорят положительные изменения в муниципалитете. Вокруг появляются новые спортивные комплексы, ремонтируются местные домокультуры. На очереди центральный стадион в станице Брюховецкой. Ремонта он ждал около 10 лет. Очень хороший. Единственное, что покрытие не качество. Видно, вышло уже из строя, потому что много эксплуатируется. Иногда бывает так, что боимся упасть. Его надо ремонтировать, потому что когда был ветер, вот там все покрытие было снято. Я утром выходила, я говорю, ой, девочки, на охране скажите, иначе дальше все пойдет. Напротив центрального стадиона уже началась масштабная стройка. Губернатору показывают. С одной стороны возводится бассейн, с другой – центр единоборств. Кстати, первый в крае. Оба объекта планируют сдать уже в этом году. Местные жители в ожидании нового спортивного кластера. Хочу вам сказать слова благодарности, даже человеческое спасибо за оперативность, потому что то, что вы центр единоборств, который для меня важен с точки зрения развития спорта, массового спорта в Кубани, вы уже реализуете. И здесь я могу смело вас заверить, что на открытие центра единоборств первого в нашем крае я точно приеду. Отлично. После объезда уже традиционно глава региона встретился с активом муниципалитета. Встреча с местными жителями началась сегодня раньше обычного. Губернатор приехал, несмотря на слухи, что собрание отменилось вовсе. И даже причину в сплетнях придумали – коронавирус. В зале действительно собралось около ста человек. Больше не позволяет ограничение, введенное в крае, чтобы не допустить распространение вируса. Меня Минкондратьев призвал не поддаваться на провокации и не верить дезинформации. Это паническое настроение, которое еще, сподчеркиваю, в этом интернете максимально навязывается сегодня. Либо кому-то делать нечего, либо вызвать вот такие нестабильные ситуации в обществе. Понятно, мы должны меры принимать. Сегодня принципиально важно беречь друг друга. Это принципиально важно. Но то, что панике мы не должны поддаться, что сегодня все меры, которые необходимы, приняты. И мы обезопасили с точки зрения мероприятий общественных, образовательных, медицинских и в целом культурных, развлекательных досугов – это 100%. Давайте просто дальше продолжать жить и работать. Вот что сегодня нужно. Так вот, если бы не приехал, наверное, подумали, что в районе точно, не дай бог, вирус, и он побоялся и не приехал. Потому что, знаете, интернет там мгновенно бы это написал, и так, что еще неделю будем читать. Страхи такие, что сами по-настоящему испугаетесь и будете думать, что так оно и есть. Но, несмотря на небольшое количество собравшихся, вопросов было много. Местных жителей беспокоила больше коммунальная тема – ремонт в местной больнице, уличное освещение, а также состояние дорог. Выяснилось, что самая проблемная магистраль – главная дорога райцентра. Ее реконструкцию жителю ждут уже три года. Мы обещали улицу Красную, станицы Брюховецкой. А мне говорят, три года только проект готовят. Правда, проект стоит 270 миллионов. Это один проект, задумайтесь. Я говорю, слушайте, а нельзя ли было просто ее заасфальтировать за 150 миллионов? А тут один проект – 270. Вот так коллеги исполняют, тоже люди. Вот вы и сказали про реализацию проекта по улице Красной. Мы замечания ваши приняли, но очень надеемся на поддержку администрации Краснодарского края и вас лично в реализации крайне важного для брюховчан проекта. Самое дорогое в этом всем, что мы обсуждаем в реконструкции, в строительстве улицы – это доверие людей. Я приехал, да, выполнено, выполнено, выполнено то, что… Это же не я сказал, это люди руки поднимали в зале и говорили. В этом году вы можете приступить к реализации проекта? Мы начнем приступать к реализации этого проекта уже в этом году. Владимир Викторович, договариваемся, что коллеги из администрации края вам помогут 100%, Андрей Викторович. То есть вот под вашу личную ответственность, еще раз подчеркиваю, Андрей Викторович, вас тоже прошу подключиться, потому что если там выносы сети, переносы и все это, это там насчитали. А главное, а главное – сроки. Вот сделайте все, что в этом году для протокола, кто ведет в этом году, приступили к строительству. При этом губернатор отметил активность местного главы. Участие в краевых и федеральных программах многим стоит поучиться. Например, Бреховецкий район первым вошел в комплексное развитие сельских территорий и почти полностью завершил газификацию всех поселений. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. В Сочи появится Центр проведения торгов. Проект решения о создании муниципального бюджетного учреждения сегодня поддержали депутаты в ходе очередной сессии. Центр проведения торгов в городе должен позволить эффективно использовать средства и исключит вероятность нецелесообразной траты денег. Подобный центр есть в Новороссийске, и его работа показала существенную экономию. На создание муниципального бюджетного учреждения Центр проведения торгов потребуется несколько месяцев. Сделано за тем, чтобы и централизовать закупки по 223-му закону, а по нему работают у нас МУПы наши и работает ОНО. Должны быть профессионалы этим вопросом заниматься, которые знают хорошо законодательство, потому что суммы там большие, и поэтому экономия средств, которая очень важна для нашего бюджета. Также в ходе сессии были внесены изменения в бюджет города на 2020-й и плановый период двух последующих лет. Расходы увеличились на 91 миллион рублей. Основная часть этих средств уходит, первое, это на образование, это на организацию питания получили субвенцию из Коснодарского края. Второе, выделили средства на, часть средств выделили на приобретение машин, специальной техники для водоканала, для того, чтобы очищать наши септики. И третье направление, которое, это текущая наша деятельность, которая по каждой отрасли, в том числе уточнение наказа у наших избирателей. Российских водителей будут проверять на трезвость по-новому. В скором времени для проверки не нужны будут видеосъемка и понятые, сообщает издание «Коммерсант». МВД просит общественную палату провести дополнительную общественную экспертизу упрощенных правил проверки водителей на алкоголь и наркотики. Это связано с проектом постановления правительства, которое вводит в оборот новые экспресс-тесты проверки на трезвость. МВД просит провести экспертизу максимально быстро. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» полтора миллиона тестов планировалось закупить еще в прошлом году, но из-за отсутствия новых правил тендеры пришлось перенести. Документ вводит новый тест на трезвость для водителей. Его применение не потребует вызова понятых и съемки на видео. При позитивном результате он станет основанием для проведения полноценной проверки у инспектора и врача. По аналогичной схеме будет применяться прибор для выявления признаков содержания наркотиков в слюне. В полиции уже разработали техническое задание для поставщиков. Тест должен безошибочно определять алкоголь или наркотики при температурах от минус 5 градусов до плюс 45. При этом вес прибора не может превышать 400 граммов, а питаться он должен от прикуривателя или обычной розетки. По данным ГИБДД России, в прошлом году было выявлено почти 300 тысяч водителей в состоянии опьянения. Из них больше 19,5 тысяч находились под воздействием наркотиков. В Сочи задержали волшебные бобы с запрещенным препаратом. Посылка с таблетками для похудения предназначалась 38-летней Сочинке. Она заказала их по интернету из Казахстана. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков в сочинской таможне изъяли 24 блистера по 9 капсул в каждом. Препарат был отправлен на экспертизу. Она установила, что внутри сильнодействующее вещество – сибутрамин, запрещенное в России. Незаконное перемещение через границу таких веществ квалифицируется как контрабанда. С начала года это третий подобный факт. По одному из последних уголовных дел жительницы Сочи, заказывающей препараты через интернет, суд дал три года условно с испытательным сроком один год. В Кавказском заповеднике американский енот стал угрозой для краснокнижной колхидской жабы. Это можно расценивать как экологическую катастрофу, заявили ученые. О прожорливости и всеядности енота слагают легенды. Полоскуны легко входят в контакт с людьми, в поисках пищи часто совершают набеги на туристические стоянки, дежурят на туристических маршрутах, выпрашивая еду. Могут также устраивать набеги на сады и огороды. Ученые обратили внимание, что этот зверек – один из немногих видов, численность которого только возрастает по мере освоения человеком природных комплексов. Поэтому в преддверии весенне-летнего сезона посетители маршрутов просят не подкармливать диких животных. Еноты не так безобидны и милы, как кажется. Эти животные являются переносчиками бешенства и больно кусаются. В заповеднике напомнили, что в Краснодарском крае енота-полоскуна впервые выпустили в дикую природу в 1951 году в Горячий Ключевском районе. Сейчас еноты массово расселились до реки Псоу. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.